Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Вот он наш монгольский карлик на весах. Я совсем недавно показывала вам, как они растут на кустах. Напомню для тех, кто не знаком с этим сортом, что это стелющийся томат. Это сибирский сорт, выносливый, он и к засухе вынослив, и к похолоданиям. Он невысокий, дорастая до 20 см, начинает стелиться по земле, распускает в разные стороны пасынки. Вот я насчитала 15-16 пасынков на каждом кусте. Вес указан до 200 грамм, но вот этот вот, я специально с первых кистей свешила, видите, у меня вырос почти 300 грамм, 278. Это несмотря на то, что лето у нас было засушливое, и я поливала его не больше двух раз, потому что он там у меня на завалинке растет, до туда шланг, брызгалка не достает, когда общий полив я делаю. Ну, короче, он у меня был в этом году выращен совершенно без ухода. Он указан, этот сорт, как томат для ленивых, то есть его не надо посынковать, его не надо подвязывать. Он выносит длительные периоды без полива, он выносит длительные периоды похолодания. Короче, это настоящий сибирский сорт, который неприхотливый именно для ленивых, для занятых огородников. Очень большая урожайность, показывала я на кустах, сколько его растет. Нынче я посадила немного поздно, нужно садить его пораньше, и тогда они сейчас были бы все вызревшие, но у меня вот пока первые и вторые кисти только вызрели. Вот первую кисть я показала, 278, это причем на каждом кусте есть такие большие томаты. Следующие я взвешивала 160, 170 и последующие 120. Вот так вот он идет на уменьшение, чем дальше от основного ствола, тем мельче. Вот специально разрезала, многие просят разрезать поперечный разрез. Вот поперечный разрез, никаких включений, вот этих вот белых уплотнений нет. И я его попробовала, но я попробовала, конечно, вот такой вот самый-самый спелый томат, который треснул. Он томат сладкий, хороший такой, мясистый, мякоть плотная. Но, конечно, чтобы он был сладкий, нужно пробовать именно снимать вот такого цвета томаты. Вот видите, он уже сильно поспел. А не вот такого. Они хоть немного, видите, кажется, что спелый. Но когда вы пробуете вот такой томат, когда они не полностью в фазе спелости, он немножко может быть с кислинкой. Нужно ждать именно, чтобы вот такой цвет был темно-темно, ярко, насыщенный, красный. Тогда он будет и сладкий, и вкусный. Некоторые, не дожидаясь, срывают вот в таком виде. Если бы не смотреть вот на этот, вот если отдельно видите, кажется, что спелый томат. Обыкновенный спелый красный томат, очень хороший. Но если поднести его к настоящему спелому томату, то видно, что он по яркости уступает. И значит, в нем еще сахара. Тот процент сахара, который должен быть в конечном результате, еще не образовался, не сформировался. Не судите по томатам, пробуя вот такие плоды, недозревшие. Плод должен быть полностью вызревший, такой ярко-красный. Тогда он действительно сладкий. И вот женщина, мне две женщины присылали семена, и я в разных местах посадила. В одном месте еще не проверяла, там где он. Я вообще за ним не ухаживала, не поливала ни разу. Интересно, там будет или нет. Но вот пробовала, которые у меня в огороде растет, а не за оградой. Вот эти именно они сладкие. Они сладкие, но которые те, опять же, которые до конца спелые. Вот такой я пробовала. Цвет плод. Вот видите. Можно попробовать и вот такой, но этот будет кислый, сразу говорю. Так что некоторые, которые пишут, что монгольский карлик это там кислятина, он кислый, невкусный. Может быть они до конца не вытерпели, не подождали, когда плод вызреет до самого конца. Да, когда он немного недозрелый, то нота кислинки есть. Вообще обыкновенный томат. У него вкус томатный, аромат томатный. Такой, ну вот простой середнячок. Конечно, он не такой сладкий, как я вот пробовала нынче. Был очень сладкий. Вот розовый мед, малахитовый, шкатулка, загадка природы. Те прям поразили меня своей сладостью. А этот обыкновенный, такой сибирский, выносливый, очень урожайный томат, стелющийся монгольский карлик, идеально подойдет для тех, кто очень занят, так как никакого ухода за ним не нужно. Он даст вам очень большой выход плодов для салатов. Первые вот такие вот можно для салатов большие. Дальше, которые поменьше для томата заготовок. Для сока, для кетчупа, вот этот ярко-красный цвет, он подойдет для любых томатопродуктов на переработку. Конечно, очень много их и очень удобно. Можно посадить 10 кустиков и на все томаты заготовки вам хватит, потому что все улеплены томатами. Ну и на вкус он неплохой. Все, конечно, он не переплюнул, не превосходит вот эти сорта, которые я назвала, которые крупноплодные, которые сладкие. Ну еще раз назову, был очень сладкий нынче, у меня загадка природы, малахитовая шкатулка, розовый мед. Ну вот эти ботяня, пудовик, которые именно крупноплодные, такие сердцевидные, розовые, они самые сладкие. Ну и монгольский карлик неплохой. Если учесть, что за теми мы ухаживаем все лето, очень много времени уделяем, а этот растет сам, то вот по затратам временным он превосходит все другие томаты. То есть времени мы на него не тратим совсем. Все, до свидания, с вами была Ольга Чернова. Это я вам показывала, именно рассказывала о вкусе томата, стелющегося монгольский карлик. Продолжение следует...